На эту пластинку с помощью циркуля микрометра нанесен рисунок из пересекающихся окружностей. Сначала на пластинке размечаются равноотстоящие точки, расставленные по квадрату. Потом проводятся окружности одинакового диаметра, с центром в каждой точке. Наконец, из угловых точек квадрата проводится семейство концентрических окружностей, радиус которых изменяется с постоянным шагом. При этом надо постараться, чтобы царапины получились гладкими. Для этого циркуль следует сильно наклонять и вращать не его, а пластинку. Выйдем на улицу и посмотрим через нашу пластинку в направлении солнца. На ней появился узор из сверкающих точек, расположенных в виде куба. Если пластинку поворачивать, куб приходит в движение, как будто он является трехмерным. Такой рисунок похож на настоящую голограмму, и поэтому его иногда называют процарапанной голограммой. Как же получается такое объемное изображение? Дело в том, что любая гладкая царапина действует как зеркало или как линза. Направим на нее перпендикулярный пучок света. Все лучи после отражения или преломления будут лежать в одной плоскости. Когда мы смотрим на пластинку в направлении солнца, на каждой процарапанной окружности блестят две точки. Они лежат на прямой, соединяющей центр окружности и проекцию солнца на плоскость пластинки. Смоделируем нашу голограмму в программе Геогебра. Построим окружности, как мы делали это на пластинке. Соединим центры окружности с изображением солнца и отметим светящиеся точки, получившаяся картинка похожа на куб. Будем двигать солнце, и картинка будет двигаться вместе с ним. Задачей о рассеянии света на гладких царапинах связан еще один красивый опыт. Царапину в оргстекле мы заменили тонкой иголкой, которую установили вертикально на подставке. Подведем иголку под наклонный луч лазера. При этом на горизонтальном экране возникает яркое светящееся кольцо. Попробуйте объяснить, почему так получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова